Добрый день, это Игорь Виттель, это Продокс с Игорем Виттельным. Телефон нашей студии 6510996, код города 495. Или пишите на странице нашей программы, а мы беседуем сегодня с моими гостями рынка недвижимости. В студии у меня Константин Апрелев, вице-президент российской гильдии риэлторов, президент агентства недвижимости САВА. Олег Репченко, руководитель аналитического центра, индикаторы рынка недвижимости. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Олег. Ну, с чего начнем? Мне больше всего бы сейчас хотелось поговорить о ситуации, которая сложилась на рынке новостроек. По-прежнему все ли там так плохо? Получают ли люди свои квартиры, получают ли право собственные квартиры? Каковы шансы, это очень беспокоит наших радиослушателей, получить свою квартиру, купив ее на стадии котлована, скажем так? Шансы. А что вы на Олега сразу оглядываетесь? Ну, я думаю, может быть, он хочет взять пальму первенства. Мы ему еще дадим пальмы. Нет, я думаю, что здесь ситуация, она мало чем поменялась. Я бы даже сказал, что мне кажется, что зона рисков, наоборот, углубляется. Потому что чем менее востребованы на рынке проекты в меньшей стадии готовности, тем выше риски того, что эти проекты не будут завершены. И вот мои ощущения, они никак не меняются. То есть я уже вижу и наблюдаю в том числе и рекламные программы и продукты новые, которые выходят на рынок. Например, купите квартиру за половину цены, вторую половину в рассрочку без процентов и так далее. То есть на самом деле это, наверное, вот как раз свидетельствует о том, что кризис углубляется и риски для наших граждан, к сожалению, не уменьшаются. Если говорить в целом, но в частности, по каждому отдельному проекту, я думаю, что картина может быть иной. Но в целом по рынку, мы сейчас говорим в целом по стране, во-первых, или по Москве? Я думаю, что в целом по стране, но просто Москва на сегодня, как мне кажется, с одной стороны худшее воплощение, с другой стороны в чем-то лучшее. Москва воплощение зла, мордор такой. А вот область, наверное, здесь как бы все-таки впереди планеты всей. Олег. Действительно, проблемы с новостройками сохраняются, несмотря на многочисленные усилия властей как-то обезопасить покупку новостройки. Риск есть, есть обманутые покупатели. И если раньше казалось, что есть вроде как панацея, вот тот самый закон о долевом участии в строительстве. То можно сейчас сказать, что ввести работу. 214, да, что вот если продают согласие с ним, то тогда бери смело, все будет хорошо. Хорошо, плохи те, кто продают по схемам, по предварительным договорам, эксельным схемам. То сейчас практика показывает, что вот этот закон, он не панацея. Есть примеры, когда люди покупали в соответствии с 214 ФЗ, договора регистрировались как надо, но все равно проблемы возникали. А в процентном соотношении, простите, я перебью. Примерно в процентном соотношении? В процентном соотношении, точной статистики нет, но где-то 5-10% проблемных объектов, так в среднем по стране, но я думаю, что... 5-10%. Процентов, да. Мне говорили эксперты последнее время, что шансы не получить, по крайней мере, право собственности, то есть квартиру, может быть, право собственности нет, шансы не получить, подчеркиваю, они близятся к 90%. По ряду объектов. Может быть, это касается конкретно всех проблемных объектов? А сколько? Вы тоже согласны, что это 10%? Нет, я затрудняюсь сказать точно. Ну, по ощущениям, я же не тяну из вас, не потребую за это отвечать. Мне кажется, что в области не менее 30% это проблемные проекты, а вот если говорить обо всех проблемных, то, наверное, вот из них 90%, да, это 80% или 70% это те проблемные, которые пока непонятно, как вообще, в принципе, разруливать. Олег, а признаки, по которым можно вычленить проблемный проект? Потому что мне на самом деле, понимаете, когда звонят люди, мне очень часто пишут и говорят, Игорь, помогите, пожалуйста, мы обманутые дольщики, и я начинаю смотреть на их историю иногда, и я не могу понять, как люди умудрились влезть в это дело. А более того, у меня есть еще несколько знакомых, причем из банковской среды, что самое смешное, которые умудрились под это еще ипотеку получить, и в результате ни квартиры, ни денег. Ипотеку они продолжают платить, квартиру они никогда не получили. Как они оказались в этой ситуации, мне не очень понятно. На самом деле, здесь, опять же, КГУ панацея нет, но признаки вполне понятны. Первое – это документы, по которым покупается квартира, все-таки действительно ли это покупается квартира, есть ли договор соинвестирования, или это какая-то очень туманная схема с, опять же, покупкой неких векселей, заключение предварительного договора и так далее. Это, наверное, первый признак, который должен отпугнуть. Второй признак, опять же, это вопрос цены, это вопрос условий, потому что там, вот, помимо упомянутого случая, заплатите хотя бы половину, вторую половину когда-нибудь потом, да, вот, это явно говорит о неких финансовых сложностях застройщиков. Есть другие примеры, например, возвращение ипотеки с нулевым начальным взносом, то есть, тоже вроде как, вот, ты только ввяжись, даже уже денег платить не надо, только вот, да. Так ипотека с нулевым начальным взносом, насколько я понимаю, это игры банка? Знаете, не совсем, потому что банки-то, вот, приди в любой банк, он тебе не даст ипотеку с нулевым начальным взносом, да, даже на вторичку, да, не говоря про новостройки, это скорее именно игры застройщика, который по каким-то причинам договаривается с отдельно взятым банком, который данную конкретную новостройку готов кредитовать под данный процент. Вот, но здесь, как бы, признаков может быть много, и что самое, наверное, неприятное в этой истории, что если всех их учитывать, то очень быстро понимаешь, что купить, в общем, ничего, вообще ничего, потому что нет объекта, где все было бы идеально, либо если такой объект есть, то там будет некая запредельная цена, и, пожалуй, вот тогда уж самое правильное покупать не новостройку, а вторичку, где есть право собственности, да, и где, соответственно, ты покупаешь уже вот конкретно недвижимость, да, то есть не несешь риски недостроения, оформления собственности и так далее. Но там и цена будет, там, процентов на 20-30, а то 50 выше, чем у аналогичных новостроек на ранних стадиях строительства, то есть, по сути дела, это и есть та величина оплаты за риск. Константин, да, есть что добавить? Ну, я бы добавил ровно следующее. Мне кажется, что, в общем-то, 214-й закон и не ставил задачу с людей снять все риски, да. А какую задачу он ставил? Он ставил задачу обозначить потенциальные риски, не более того. Это вот первое замечание. Нормальный закон, который ставит себе целью обозначить потенциальные риски. Для потенциальных покупателей просто показать, что эти риски есть. Но снять все риски, я думаю, что ни один закон не может. Хочу добавить еще одно замечание, оно тоже принципиального характера. Вы понимаете, в чем дело? Если не все банки российские на сегодня, в принципе, осуществляют проектное финансирование строительства, по какой причине? Потому что они не всегда умеют правильно оценить риски, и самое главное, не умеют правильно их контролировать в процессе финансирования проектного. То уж как граждане могут проконтролировать эти риски, не имея ресурсов контроля за счетами застройщика, не имея ресурсов по оценке того, как меняются риски в процессе реализации проекта. Ну, очевидно, что если во всем мире, как бы вот, один из ключевых институтов оценки строительных рисков – это банковская система, то у нас, к сожалению, все риски на физических лицах застройщиков, да еще и ипотека под первичное жилье – это вообще труба. То есть, с моей точки зрения, очевидно одно, что если банки до сих пор не научились, обладая серьезными финансовыми ресурсами, контролировать все риски, то уж точно граждане этого не смогут, поэтому все время будут проблемы, связанные с неплатежами. Если мы хотим кардинально изменить систему застройки, то, конечно, нужно предпринимать какие-то действия, которые бы глобально меняли это законодательное поле и правила игры. Спасибо большое. Константин, Олег, а что у нас вообще происходит с недвижимостью? Вот мы много раз и в этой компании, и в разных говорили с вами о том, что кризис не обвалил цены так, как хотелось бы многим покупателям, а восстановление началось очень странно. Строят по-прежнему жилья меньше, спрос продолжает, несмотря ни на что, расти, в результате цена растет, а доступная, ну, относительно доступная ипотека, говорить про российскую ипотеку, что она доступна, смешно, но становится более доступной, что разгоняет цены еще больше вверх. И все заявления государства о доступном жилье, они в результате становятся ничем иным, как пшиком. Почему власти на самом деле не нужно доступное жилье? Как вы правильно заметили, восстановление пошло ровно из-за того, что строить стали меньше, да, и тот хрупкий баланс, который установился на рынке, в частности, рынке Москвы, под Москвой, вот последние 2-3 года, даже с небольшим подрастанием цен, результат того, что сначала число строек сократилось в связи с кризисом, потом поменяли московского мэра и сказали вообще все стройки запретить. Вот и непонятно, то ли это сделали для того, чтобы действительно разгрузить город, то ли для того, чтобы поддержать цену на недвижимость. Но что интересно, сейчас ситуация начинает меняться. Вот спустя 2 года после смены московской власти, градостроительная комиссия, конечно, многие проекты прежние зарубила, но часть проектов пропустила. Более того, Москва начинает принимать новые градостроительные нормы, которые говорят о том, что строить в Москве еще можно много чего. И мы видим, что начали на рынок поступать новые объекты. Более того, по информации от девелоперов, в ближайшем году выйдет достаточно много новых строек на московском рынке. Соответственно, это приведет к тому, что вот в том хрупком состоянии равновесия, когда цены почти не упали, потому что перестали строить в Москве, оно может качнуться и вовсе как бы не в пользу застройщиков, потому что платежеспособного спроса, при той цене, которая на Москве сейчас есть, его может оказаться недостаточно, чтобы поглотить тот новый объем строительства, который сейчас выйдет на рынок. Более того, московские стройки оттянут спрос от подмосковных строек. Соответственно, это может вызвать стагнацию на подмосковном рынке. То есть мы вполне можем увидеть сейчас некое такое... Падение цены в подмосковье. ...затоваривание рынка, да, и, соответственно, цены, ну, как бы, насколько они могут сильно клюнуть вниз, непонятно, но как минимум цена может подвиснуть в этой ситуации. Более того, есть еще два фактора, которые очень сильно бьют по рынку. Первое, это, наконец, появилась какая-то определенность с введением рыночного налога на недвижимость, соответственно, который пусть и пока будет не сильно большим, да, но, тем не менее, заставит людей, накупивших много квартир впрок, как минимум задумываться. Олег, после выпуска новостей, если не воздражаете, мы буквально через минуту вернемся. Ну, сейчас возвращаемся в студию. Это Игорь Виталий, парадокс с Игорем Виталем. У меня в гостях Олег Рябченко и Константин Апрельев. Беседуем о московской и российской недвижимости. 6510996, код города 495, наш телефон. Или пишите на сайт финнам.фм. Олег, простите, что прервал вас. Да, так вот, я говорил о том, что есть еще два фактора, которые могут ударить по ценам на недвижимость в ближайший год-два. Первый фактор – это введение рыночного налога на недвижимость, который, по идее, должен заставить задуматься людей, купивших квартиры впрок. В инвестиционных целях. Совершенно верно. И второе – это давление власти на коррупцию и, фактически, запреты и более сильные контроли, которые сейчас пытаются внедрить над доходами и расходами чиновников. А не секрет, что за последние годы во многом именно среда чиновников и могла позволить себе квартиры… То есть, коррумпированные чиновники. Совершенно верно. Давайте поправить. Коррумпированные чиновники с большим количеством любовниц, как мы знали, по детству Минобороны. То есть, чем больше любовниц, тем больше спрос на рынке недвижимости. Ну, как бы это не выглядело смешно, но, тем не менее, данные показательные процессы… Ну, поверьте, Олег, мне это не смешно, плакать хочется. Раньше за державу было обидно, как говорил таможенник Верещагин, теперь за нее просто страшно. Но для вас, как представителей рынка недвижимости, вам, наверное, лучше. Константин, давайте забудем вот просто о чиновниках, меня интересует… Точнее, как, с этой точки зрения забудем о коррумпированных чиновниках. Меня интересует история, которую из раз в раз мы с вами обсуждаем. И до сих пор не можем прийти к консенсусу. А уж государство тем более. Не приходится своими гражданами никому консенсусу. Это доступная недвижимость. Рецепты же, понятно, достаточно были. То есть, государство должно на себя взять инфраструктуру, поставить жесткие рамки, дать возможность строить по определенной цене, дать застройщикам какую-то маржу, строго ее контролировать, сказать, хотите на этих правилах играть, пожалуйста. Но нам нужно доступный… Сколько там Путин обещал? 25-30 тысяч? Ну, да, в пределах 30 тысяч. И, в принципе, даже в Москве на этих условиях, если бы государство на себя взяло заботу об инфраструктуре и так далее, решило бы еще всякие административные проблемы строить, было бы можно. Однако этого не происходит. Почему? Потому что система мотивации, наверное, выстроена неверно, в принципе. Начиная с того, что на сегодня пополнение бюджета муниципалитета возможно только в одном случае, когда муниципалитет не просто получает те налоги, которые существуют, но еще и продает какие-то активы. Только это позволяет нормальный бюджет содержать. Из-за перекоса, который существовал у нас все время, да, местные бюджеты. Это Москва, у нас и субъект, и муниципалитет. Поэтому есть возможность и те и другие налоги консолидировать. А вот в муниципалитетах, как основных инструментах развития градостроительной политики, просто недофинансирование колоссальное по всей России. Для того, чтобы готовить площадки под застройку, нужно где-то находить эти деньги. И второе, площадки готовишь и отдаешь, а как пополнять бюджет? То есть не решается эта задача. Она не решается за счет того, что... Отдают квартиры в строящемся доме, и что? Хорошо. Вот нет, я сейчас говорю о том, что... А в чем мотивация муниципалитета? Отдавать земельные участки под застройку, передавать их застройщику и вкладывать свои собственные бюджеты? Мотивация простая, папа сказал. Нет, во всем мире мотивация экономическая. Это поступление, будущее поступление от налога на недвижимость, которое получается от того, что люди приобретают недвижимость. И вот муниципалитет, он таким образом формирует в большинстве европейских стран, и в Америке, кстати, тоже, и в Канаде тоже, да, большая часть бюджета муниципалитета формируется за счет налога на недвижимость. А у нас обратная сторона. У нас люди настолько бедные, что и налог-то с них собирать страшно, потому что... Может вызвать социальные взрывы. При этом мы не заметили, как за два года возросла коммунальная плата в два раза. А при этом мы... Это кто не заметил? Ну, я говорю, что политики не заметили. Политики, может, не заметили, мы-то с вами заметили. А мы очень сильно заметили. При этом мы сейчас обсуждаем налог на недвижимость, который там в десятки раз меньше той коммунальной платы, которая существует. А люди уже задумались. И в том числе сегодня тот покупательский спрос, который формируется, люди думают, если раньше они платили за 100-метровую квартиру 3-4 тысячи, сейчас они платят 10. Они, конечно, задумываются уже над ситуацией по коммуналке. Дальше, если еще появится налог, еще больше задумаются. Так вот, у нас получается дисбаланс с точки зрения мотивации чиновника. То есть у муниципалитета просто нет никакой финансовой заинтересованности. Олег? Да, согласен. Это действительно так. И получается такая, опять же, ситуация, что на самом деле себестоимость для застройщика может быть в районе 30 тысяч рублей за метр, если ему забесплатно дадут землю, коммуникации и все остальное. Но если начать на рынке продавать по 30 тысяч рублей за метр, это означает, что завтра скупят, опять же, спекулянты и будут продавать по рыночной цене столько, сколько весь остальной рынок. Не, ну можно же вернуться к советской схеме, когда люди становились в очередь за жильем, а выкупали они ее как бы... То есть государство бы контролировало, что это очередники, которые действительно нуждаются в жилье, и давало им возможность по льготной цене выкупить. Которые потом будут продавать опять дальше по рынку, и мы приходим вот к некому, опять же, замкнутому кругу, что либо у нас рынок, либо у нас соцраспределение. У нас, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, страна кермафродит. Ни тирании, ни свобода. Соответственно, вот как, собственно, Константин правильно заметил, что должны быть рыночные механизмы, выстроенные для муниципалитетов, в первую очередь, для чиновников, чтобы им было выгодно привлекать застройщиков, отдавать землю для того, чтобы помогать строить. Знаете, я, извините, я все время у прежней московской власти спросил, это еще было, там, задолго до ухода мэра. А почему в столице не строят трехзвездочные гостиницы, а строят только пятизвездочные? Они мне доступны объяснить, какой идиот тебе будет строить трехзвездочные, когда затраты одни и те же примерно, да? А пятизвездочные, естественно, строить выгоднее. Но как бы государство, которое, по идее, должно задумываться о увеличении туристического потока, ну, естественно, должно там понимать, что нужно еще и доступные гостиницы для туристов иметь и так далее. Ничего не было сделано, правда, был план 110, если вы помните, трехзвездочных гостиниц. Слава богу, он не реализовался, потому что в том виде, в котором он реализовался, есть, если кто-нибудь из вас видел, в Капотне трехзвездочная гостиница, в которую реально возят иностранных туристов, то японцы. Причем, видимо, японцы, потому что они объясняют, что это не нефтефакел, да, это, наверное, какой-нибудь там местный вулкан у нас работает. Другие уже не верят. То же самое с недвижимостью. Или государству нужно, чтобы гражданин становился лояльным гражданином, достойным и способным купить себе жилье, либо не нужно, а уж механизмы это дело второе. Вы считаете, что нет таких механизмов, которые позволят создать доступное жилье, чтобы оно не стало объектом спекуляции, правильно я понимаю? Нет, безусловно, механизмы есть, но здесь вопрос политической воли, да, и, к сожалению, виден очень четкий разрыв, потому что первые лица государства заговорили о необходимости доступного жилья, когда была продекларирована эта тема как национальный проект, еще задолго до кризиса, да, там в 2005, если я не ошибаюсь, в году там или 2006, вот. Но дальше все это доходит до чиновников на местах, которые как раз, как говорит Константин, не замотивированы, они редко замотивированы, они, собственно, на другое, на получение теневых доходов от застройщиков, да, и от продажи активов и всего остального, да. И получается, что вроде как политика сверху сформулирована правильная, но когда все доходит до исполнения на местах, то получается, как всегда, к сожалению. Константин, механизм такой существует, чтобы и рыбку съесть, то бишь квартиру купить, и объектом спекуляции. Безусловно, одним из этих инструментов является, скажем, налог на недвижимость, но это недостаточный, да, инструмент для формирования бюджета, еще и должна быть абсолютно прозрачная градостроительная политика, да. Вот, например, когда в градостроительном кодексе были продекларированы прозрачные принципы предоставления всех исходных инвестиционных параметров для земельных участков, чтобы каждый человек мог оценить потенциальные риски вот этого бизнес-проекта строительства, безусловно, даже в Москве на сегодня по-прежнему нет закона, да, есть некая модель ручного управления, которая, опять же, для инвесторов и застройщиков так и не стала прозрачной. То есть каждый инвестор должен, в принципе, владеть инструментами оценки потенциальных рисков при реализации бизнес-проекта. Он их не имеет. В том числе, кстати, и очень большое количество недостроенных объектов, прежде всего в области, произошло и в том числе потому, что поменялась какая-то власть, и какие-то чиновники не выполнили свои обязательства по отношению к застройщику, и в том числе, что и кто-то и не собирался выполнять, и неопытность застройщика, и неумение оценивать свои риски. То есть застройщик же не всегда хочет обмануть изначально, да, привлеченного дольщика. Так получается... А в каком процент, скажем так, какой процент случаев, когда застройщик действительно просто сознательный мошенник на рынке? Ну, я не знаю. Я думаю, что очень мало. Я думаю, что очень мало, потому что в этой ситуации люди сами не знают, что делают, они просто не умеют профессионально оценивать свои бизнесы, проектные риски. Не, ну как мало. Я вот сталкивался неоднократно, особенно во время кризиса, с историями, когда приходили люди, плакали, говорили, помогите, товарищи журналисты, вот застройщики, я сам ману. Начинаешь выяснять, выясняется, что эти же люди, под другими названиями, этим занимаются на протяжении лет так десяти. Ну, я... Профессиональные абсолютно кидалы. И это все... Более того, в этих же застройках очень солидные российские банки давали ипотеку. Вы говорите, что невозможно получить ипотеку на новостройку? Еще как получали? На стадии котлована. И как это получается? Вопрос, прежде всего, к банкам, как они оценивают те риски, которые пытаются возложить на наших граждан, потому что ипотека на первичном рынке, это, по сути, уход от собственных рисков и перекладывание. Вместо того, чтобы осуществлять проектное финансирование, переложить все риски на граждан, в общем, такая страусиная политика со стороны банков, мне кажется, что она, в принципе, неадекватна и все равно приводит к проблемам в этом кредите, и последствия все равно так или иначе отразятся на самом банке. Либо банк берет на себя процедуры проектного финансирования, и потом это сопровождает реальной ипотекой уже при продаже на вторичном рынке, что является классической моделью финансирования строительства, либо все модели, они являются ущербными с точки зрения рисков граждан, и самих банков тоже, к сожалению. Константин, скажите мне, пожалуйста, государству вообще выгодно доступное жилье? Есть ли у государства намерение, чтобы жилье в стране действительно стало доступным? Ну, то есть, я сейчас поясню, да, там, как Крузвельт вытаскивал после войны страну, построено там доступное малоэтажное жилье, как в Америке, да, чтобы все... это повышает лояльность государству, достойность жизни, да. Хочет наше государство этого или нет? Нет, я уверен, что хочет, и я уверен, что люди, которые декларируют эту ситуацию, безусловно, верят в то, что это возможно, и понимают, в принципе, проблемы, просто не получается, наверное, эти проблемы решить системно, а все время это возникает наскоками, а здесь необходима очень системная политика, потому что, когда мы говорим о ценах, то, что цены на рынке недвижимости... А вы этом после выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, мы возвращаемся в студию, это «Парадокс» с Игорем Виттелем, у меня в гостях Константин Апрельев и Олег Крепченко, обсуждаем недвижимость. Константин, простите, что прервал вас. Хорошо. Так вот, ситуация ровно следующая. Ни на одном другом рынке не выросли так существенно цены, да. Вот мы как бы говорим о том, что рынок вышел из кризиса в 2002-м, до 2008-го практически цены выросли в 10 раз. То есть, назовите мне хоть один рынок, даже рынок стройматериалов не выросли. А за счет чего вообще росли цены? Понимаете, считается экономически выгодным, если мне не изменяет память, да, Олег меня поправит, только специалист по индикаторам, когда выгодно покупать жилье, если у тебя жилье стоит не дороже 100-месячных рент. Примерно так, есть такая теория. Ну, то есть, если человек платит тысячу в месяц за квартиру, то ту же самую квартиру ему выгодно купить за 100 тысяч долларов или не покупать вообще. Где, ну, теперь возьмите цену аренды, умножьте на 100, можете к этой теории относиться как угодно, да. Можно посчитать через годовой заработок, тоже очень популярно, через месячный заработок, да, сколько должен человек работать. И мы прекрасно понимаем, что, например, в Москве цены от этих показателей находятся на той высоте, по которой вроде как нормальные люди купить не могут. Тогда мы должны сказать честно, у нас либо рынок недвижимости для кого? Для чиновников коррумпированных, для нефтяных олигархов, для металлургических олигархов и усё. Потому что нормальный человек на нормальных условиях, ну, не понимаю я, понимаете, там в Америке ипотека максимум сколько была всю жизнь, там, 5-6 процентов, да. Есть и 4. Да, нет, я вниз-то сколько угодно, была чуть ли не под ноль ипотека. Ну, не более 6, да. Не более 6, да. У нас самые лучшие предложения, Олег? Ну, были в лучшие времена, там, процентов 8-9, в лучшие времена на отдельные, там, да. Но в среднем процентов 12. Да. Ну, вот как вы с 12-процентной ипотекой, при тех ценах, которые сейчас есть, способны купить недвижимость. Я не очень понимаю, не очень вижу портрет разумного покупателя недвижимости, который на это идёт. Ну, тем не менее, даже в Москве 30% всех сделок – это ипотечные сделки. Ну, кстати, мы проводили недавно исследование на эту тему, и большинство людей, они берут ипотеку скорее как инструмент краткосрочного перекредитования, а не как классическую ипотеку. То есть они не как американцы покупают, рассчитывая, там, на 30 лет расплачиваться, да, или даже 40 лет. А они берут, а потом быстро расплачиваются. А нет, да, они берут, либо человек видит, что у него доходы позволяют расплатиться за 3-5 лет, там, да, и он берёт. Либо он понимает, что ему выгоднее взять ипотеку, например, и не вытаскивать деньги из бизнеса, потому что в бизнесе его прокредитуют под 24%. Либо он, допустим, покупает новую квартиру, там, ту же новостройку, и для этого ему надо продать прежнюю, но чтобы не подвиснуть в воздухе, он покупает новостройковую ипотеку, ждёт 2 года, пока она построится, потом спокойно там делает ремонт, туда переезжает, потом продаёт прежнюю квартиру, и эту ипотеку гасит досрочно. То есть вот ипотека используется скорее как вот такой инструмент краткосрочного перекредитования на год 2-3, там, да, но не как классическая ипотека, что решить квартирный вопрос с нуля и вот как бы посильные платежи выплачивать 30 лет. Спасибо, Олег. С нами на связи по телефону коммерческий директор компании «Премер Холдинг» Василий Кривошейн. Василий, добрый день, вы нас слышите? Добрый день, слышу вас. Василий, на ваш взгляд, ближайшая динамика цен на рынке Москве, на рынке, вообще на российском рынке, на недвижимость различных сегментов, могли бы вы её спрогнозировать? Ну, давайте попробуем. Значит, я разделил бы чётко совершенно позиции Москвы, позиции Московской области как максимально близкой территории к Москве и позиции России как таковой, да. Ну, к сожалению, это так. Мы живём в этом мире, кстати, нам чётко его видно. Что касается Москвы, здесь достаточно безрисковая зона. Тот рост, который ожидается, ну, кто-то его оценивает, там, в 7-8, там, ну, там, 10%, кто-то его оценивает в 15% в год. Я думаю, что и то, и другое вполне возможно, с учётом достаточно серьёзной регламентированности рынка на административные ресурсы разного рода, вполне возможно, что именно этот сценарий и будет реализован. То, что будет рост без сомнения, его величина будет сильно зависеть. Ну, в любом случае, рост. Это безпроигрышная позиция. А вы можете параметры роста всё-таки как-то обозначить? Я думаю, что где-то в районе 10-12% можно ставить как чётный прогноз. 10-12% в год? Да. Хорошо. Дальнейшие ваши прогнозы? Москва на сегодняшний день строит намного меньше, чем теоретически могла бы и чем способна поглощать. Поэтому я не ожидаю падения цен в Москве как таковой. То, что Москва там демонстрировала в предыдущие годы, там, до 5,5 миллионов, и то, что она демонстрирует сейчас до 2 миллионов, это на самом деле, ну, неспоставимые объёмы. Соответственно, падение цен в Москве я не прогнозирую. Если мы говорим, скажем, о рынке Московской области, то есть вот как сеткара, да, Московская область, здесь прогнозы более осторожные. То есть, специалисты рынка разнятся в оценках, скажем, наша там оценка где-то, рост не более 10% в год, пока на сегодняшний день он сохраняется. Скажем, до конца 2014 года, скорее всего, здесь не произойдёт никаких глобальных изменений, вот, и мы реально сможем, так сказать, именно этот рост и увидеть. Это такой достаточно осторожный прогноз. Я думаю, что любому инвестору, скажем, в недвижимость, или потенциальному покупателю, этот осторожный прогноз будет более близко к телу. Он его сможет выслушать и относить к нему, принять уже решение. Спасибо большое. Каких-то таких фантастических ростов, там, типа, 20%, там, ещё что-то. Я не думаю, что это нужно ожидать, это нереальный прогноз. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был коммерческий директор компании «Премьер Холдинг» Василий Кривошейн. Олег, объясните мне, пожалуйста. Значит, у нас сейчас примерно средняя цена застройки экономического класса, вот, на вторичке. Ну, вообще, по нашему индексу средняя, по Москве, это где-то 5,5 тысяч долларов за метр, или в рублях это где-то 165 тысяч рублей за метр. Соответственно, эконом-класс наиболее дешёвый, наверное, начинается где-то всё-таки, ну, даже уже не от 100 тысяч, а от 120 рублей за метр, да, или это где-то около 4 тысяч долларов за метр. Хорошо, 4 тысячи долларов, этого достаточно. Значит, берём, сколько у нас там средняя двушка, например? Сколько она по площади? 50 метров, допустим. 50 метров. Значит, что мы имеем? Нет, 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей. Зарплата у нас какая? Ну, средняя такая, возьмём. Для тех, кто покупает экономический класс. Ну, допустим, 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Ну, делим 6 миллионов на 50 тысяч, получаем что? Сколько должен у нас человек работать? Это семья из двух человек, там, допустим, с маленьким ребёнком. Объясните мне, кто покупает у нас вообще недвижимость? Вот вы знаете портрет покупателя недвижимости экономического класса? Нет, я отвечу вам на ваш вопрос, понимаю, к чему вы ведёте. Сейчас 80... Я сам не знаю, я честно задаю вопрос. Знаете, я тоже... Я не веду никуда вас, я хочу понять. Нет, вы ведёте. Я тоже на самом деле... Куда я могу вести вас? Сейчас я вам объясню. Я тоже задавал себе много раз этот вопрос, и, как вы знаете, я там сторонник того, что цены на жильё в Москве завышены раза в два, как минимум. Но когда начинаешь думать, почему они всё-таки не падают, то, в общем-то, находятся вполне аргументированные ответы. И 80-90% покупателей, которые будут покупать эту двушку, они будут покупать её не с нуля. Они продадут либо другую двушку, либо однушку, либо, может быть, двушку в другом городе России, приезжая сюда, либо им родители дадут какую-то начальную сумму денег или целиком на покупку этой квартиры. То есть основная масса, 80-90% людей, покупая квартиру, что-то продают и добавляют относительно небольшую дельту. Те 10-20%, которые покупают с нуля, это те самые, о которых вы сказали. То есть это покупка людьми с доходами сильно выше среднего. Не обязательно это нефтяные олигархи. При нефтяных олигархах есть немало людей, которые имеют хорошие доходы. Я же и говорю, что там есть многие, кто среди них. Да, более того. В том числе и мы с вами в каком-то виде получаем. Да, те, кто претендует, опять же, на эконом-класс, тот же водитель, допустим, который возит нефтяного олигарха, да, он претендует на эконом-класс, но у него доходы сильно выше, чем доходы у средних водителей, да. Более того, ему перепадает периодически на чай, да, и вот он может позволить себе купить вот эту квартиру за 6 миллионов рублей, да. Хороший чайвыч. Да, и ряд других людей, которые таким или иным образом выполняют функции обеспечения тех же самых нефтяных металлургических олигархов, либо там чиновников, да. Вот, то есть это те 10-20 процентов, которые приобретают квартиры в Москве, собственно говоря. И приобретают их в ипотеку. Иногда в ипотеку, иногда не в ипотеку, по-разному. Замечательно. Значит, допустим, у человека есть двушка, которая на вторичном рынке стоит 6. Константин, помогайте мне с вами. Ну, более 6,1. Ну, хорошо, 8. Ну, это мы так, брали самую дешевую. Хорошо, значит, взять 7, 7, 8 миллионов, да. Он хочет себе купить трешку. За двадцатку, наверное, получается. За сколько? Всего надо там 3 миллиона, может быть, добавить, не так много. Не так много. Ну, вот, понимаете, между однушкой и двушкой... Разница не очень большая. Не очень, так же, как и двушкой и трешкой, не очень большая разница. То есть, она не адекватна метражу, она немножко по-другому структурируется. То есть, метраж – это похожий критерий, но не наверняка. Хорошо, а вот эту дельту он берет в ипотеку? Обязательно. 30% ипотека. В других случаях нет, конечно. Если мы имеем статистику на сегодня, что только 30% всех сделок, совершенных на территории Москвы, и не более 30%, подчеркиваю, да, это сделки с использованием ипотеки. Причем, точно идентифицировать тоже нельзя, потому что считает сегодня Росреестр и сделки в силу закона, и сделки ипотечные в силу договора. А это, извините, две разных ипотеки. Одна связана просто с взаиморасчетами по сделкам, а вторая – с реальным ипотечным кредитованием. А на ваш взгляд, Олег, сколько процентов из тех, кто берет ипотеку, берет ее в долгу? Вот реально, чтобы платить ее 15 лет? Знаете, ну понятно, что здесь не может быть точной статистики, потому что сами люди до конца не знают, как сложится. Но по ощущениям, я думаю, что как минимум половина берет не для того, чтобы платить в долгу. По крайней мере, рассчитывает погасить это заранее. Мы много говорили о том в свое время, что Москва будет прирастать, уже доступного жилья, относительно доступного в старой цене, значит, Подмосковье. И тогда на рынке Подмосковья был бум, когда мы об этом говорили, это было перед кризисом, и жилье шло примерно за такие же деньги, как в Москве. Что сейчас происходит? Ну, на самом деле, никогда не были цены даже в ближайшем Подмосковье такие же, как в Москве. Ну, бы стремились к тому, да. Ну, как минимум вдвое, наверное, цены меньше, либо 40%, либо 30% отличия существует, даже если мы говорим о ближайших территориях. Но это не принципиально. Я думаю, что значительный спрос людей, которые хотят купить жилье в связи с очень высокой планкой ценовой сегодня в Москве ушел, безусловно, в область. И значительный объем прироста строительной индустрии и строительства объектов произошел именно из-за того, что люди, понимая, что в Москве они купить не могут, стали покупать в Подмосковье. И большой объем жилья куплен в Подмосковье. Другое дело, что в нем все равно не очень-то комфортно жить, потому что это не обеспеченные социальной инфраструктурой объекты. Это, по сути, новые спальные районы, причем которые удалены опять от транспортной инфраструктуры, от социальной инфраструктуры. Кстати, после выпуска новостей опять, если не возражаете, вернемся через минуту. Ну, сейчас мы возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель и Парадокс с Игорем Виттельем. В гостях у меня вице-президент Российской гильдии риэлторов, президент агентства недвижимости САВА Константин Апрельев и Олег Крепченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости АРН.ру. Простите, Константин, опять я вас прервал. На самом деле, безусловно, значительный объем спроса ушел в область. И он простимулировал строительство там объектов. Естественно, перераспределение вот этих денежных потоков однозначно произошло. И Москва на сегодня, она, безусловно, потеряла в этой рыночной конкуренции в борьбе за инвесторов, в борьбе за покупателей. Олег, во время кризиса, мы все время говорили, что одним из факторов грядущего обвала цен, на который мы так надеялись, мы надеялись, вы, видимо, нет, станет огромное количество инвестиционных квартир на рынке. То есть, квартиры, которые были куплены в качестве инвестиции. И то, что у банков, это уже было чуть потом, в руках оказалось огромное количество неликвидной недвижимости, то есть, которая перешла им в качестве залога. Шли годы. Вот что-то я знаю, что там банки пытались как-то реструктурировать свои портфели, но такого на рынке всплеска я опять-таки не видел. Если нетрудно, построите вероятный сценарий, что сейчас может, во-первых, стать такими триггерами обвала цен на рынке недвижимости, а во-вторых, расскажите, что все-таки случилось с теми объектами, которые банк забирал себе в качестве залога, и что может так напугать покупателей инвестиционных квартир, чтобы они сейчас массово хлынули на рынок. Давайте по порядку. Почему массовые инвестиционные квартиры не хлынули на рынок? Причина состоит в том, что для того, чтобы инвестиционные квартиры массово вышли на рынок, они должны сильно хотеть кушать, как это есть во всем мире. Недвижимость очень дорого содержать, поэтому нередко даже достаточно богатые люди, звезды, миллионеры, владея недвижимостью в нескольких местах, периодически задумываются, что лишний домик надо продать, потому что вроде почти не использую. Ну, либо цена должна уже начать рушиться так, что должен возникнуть эффект паники на бирже. Это уже следующий шаг, эффект паники. Соответственно, структура российской недвижимости в том, что ее дорого купить, но ее практически ничего не стоило содержать. Вот только последние годы, и это уже случилось после кризиса, вот мы говорим о росте существенном ЖКХ, когда для человека, который мог позволить себе купить квартиру, а цены, как мы там знаем, приближались от нескольких сот тысяч долларов до нескольких миллионов долларов. Пока коммуналка там была 100 долларов в месяц, это для людей, покупавших инвестиционные квартиры, роли не играло. Сейчас, когда коммуналка уже подросла до более существенных величин, она уже как-то заставляет задуматься. Второй, налог на недвижимость, который хотели ввести очень давно, чтобы бороться с инвестиционным пузырем, но все никак. Соответственно, получается, что особого повода сбрасывать инвестиционные квартиры у людей не было. Дальше возникает следующий момент, что начинают обвальные продажи недвижимости происходить, когда большинство недвижимости куплено в кредит, то есть когда банк начинает требовать деньги, так называемый margin call, а вернуть нечего, надо продавать актив. Так вот, у нас до кризиса, когда, собственно, случился 2008 год, квартир, купленных в ипотеку, было относительно немного. И те люди, которые не могли платить ипотеку, там эти ипотечные квартиры выставлялись некоторыми банками на продажу, их там было от нескольких десятков до нескольких сотен. То есть не какая-то глобальная величина. Менее 1% от общего объема продающихся квартир на рынке ежегодно. Потому что ежемесячно на рынке экспонируется в Москве 20-30-40 тысяч квартир в год, это умножьте не на 12, но, наверное, на 5, на 7, на 8. Соответственно, тут как бы 100-200 квартир, они не играли существенной роли, ипотеки было не так много, как в Америке. Есть еще один принципиальный фактор, что ведь в Америке и в Европе немало недвижимости покупали инвестиционный лишний в кредит. То есть мало того, что квартиры, допустим, это вторая, третья, четвертая, покупалась с целью как бы заработать на росте рынка и покупалась в кредит. Соответственно, кризис пришел, цены начали падать, люди сразу стали отказываться от этих квартир. У нас же те квартиры, которые покупались, это была первая квартира для жизни, для себя, поэтому люди, затянув пояса, продолжали по ипотеке платить. Соответственно, это не вызвало того обвала в 2008 году, в 2009, как это происходило в Америке или в Европе в период кризиса на рынке недвижимости. Соответственно, что мы видим сейчас? Сейчас мы видим еще одну проблему, что, может быть, те самые инвестиционные покупатели, которые накупили московской недвижимости в кредит, были бы и рады ее продать. Ложиться не во что. Ведь вы посмотрите, что происходит кругом там. А, допустим, если инвестировать не в недвижимость, то во что? Да, золото перегрето до безобразия. Сделать свой бизнес. Слушай, не надо на мою любимую мозоль наступать, я могу теперь про золото еще пару часов поговорить. Это безусловно, но если мы посмотрим, что недвижимость пока еще не может даже вернуться на докризисный уровень в цены, если смотреть в доллары, в рублях. Тут долго рассказывать не надо, я абсолютно с вами согласен, что вкладываться некуда. Вот, соответственно, там открыть свой бизнес достаточно проблематично из-за высоких коррупционных барьеров, покупать акции голубых фишек тоже там много своих, но. И если мы посмотрим, то по большому-то счету для многих людей, которые не являются профессиональными инвестиционными спекулянтами или инвестбанкирами, в общем, купить квартиру, это и держать ее, даже если она не приносит, денег не растет в цене, и даже просит кушать в виде коммунальных платежей каких-то. Я не очень понимаю. Значит, если вы купили квартиру, она не растет в цене, а вы при этом ее не сдаете хоть как-то, то это как бы вложение с отрицательной доходностью. Да, но тем не менее... Лучше положить деньги в банк, всяко будет опережать инфляцию. Да, но завтра вы получите дефолт этого банка или вы получите... Замечательно, у нас до, если мне не изменяет память, до 700 тысяч защищены. Правильно. А квартира вам позволяет вложить миллионы долларов, поэтому... Так раскидайте по разным банкам. Да, но миллион долларов вы будете очень долго раскидывать по разным банкам. Я знаю немало достаточно состоятельных людей, которые, в общем-то, понимают, что квартиры им, как в прежние годы, прибыли не приносят, связываться с арендой они не хотят, потому что это надо же вкладываться в ремонт еще там, да. Вот, ну, как бы цена топчется примерно на месте, да, и, ну, по крайней мере, сохраняется, потому что в нынешней ситуации еще же неприятен и тот момент, что нет валюты, в которой можно положить в ячейку было бы. В рубле люди боятся девальвации, в евро люди боятся распада еврозоны, в долларе люди боятся как бы того, что там американский госдолг там превысит опять очередную планку, а то, что есть швейцарский франк, японская иена, английский фунт, а также различные экзотические валюты, люди не знают. Нет, люди знают, просто с каждой из этих валют специалисты вам расскажут много своих страшилок, потому что... Специалисты по недвижимости расскажут еще больше. Ответ не принят, Олег. Нет, специалисты по недвижимости расскажут вам, что это супернадежно, это как бы только мы с вами можем вот так честно говорить, что недвижимости свои минусы, да? Не надо тогда слушать. Вы посмотрите на швейцарский франк, ведь швейцарцы сказали... И полтора года назад, что нам не нужен сильный франк, и франк на 30% просел, до этого бил максимум. А это называется диверсификацией, не надо класть яйца в одну корзину, берете, разбиваете, существующую у вас... Это вы поймите, я не агитирую... Денежную массу, нет, я вам просто объясняю встречный ход мысли, когда мне очень часто... А это сложно, это уже называется управление финансовым портфелем. А проще купить квартиру. Да, проще купить квартиру. Вот ровно я и говорю, для тех людей, которые не хотят заниматься анализом рынков и изучением диверсифицированного финансового портфеля, вот они считают, что купил квартиру, и голова не болит. И вот это основная беда. Ну, с моей точки зрения... Тот же вопрос к вам, плюс вопрос, а что может стать триггером резкого роста цен на рынке недвижимости? Ну, вот смотрите, все-таки, когда мы говорим о модели сравнительного анализа инвестиционной привлекательности, куда вкладывать деньги, да, то рынок ценных бумаг, с моей точки зрения, это не тот рынок, который может обеспечивать текущую доходность, кроме спекулятивной. У нас вообще весь рынок построен так, что получить ежегодную гарантирую на доходность, ну, не знаю, там, 3%, наверное, всего рынка ценных бумаг может как-то гарантировать. А рынок недвижимости, тем не менее, на сегодня, пожалуйста, 5-6% годовых. Это жилье, если вы его сдаете на рынке, плюс прирост инфляционный. Ну, давайте посмотрим, даже в худшем случае это 7-8%. Вот 7-8, да сложите это с 6, у вас получается 12. Ну, так никто же не обещает, что это будет вечно. Нет, конечно, никто не обещает. А по депозитам вы можете получить, в лучшем случае, 6-9. Да, соответственно, вот я просто считал диаграммы и считал, сравнительный анализ провел, например, если посчитать с 2002 года за 10 лет рост ставок по депозитам или по иным ценным бумагам, или по недвижимости. Вот на недвижимость, даже если вы взяли ипотечный кредит в 2002 году, хотя их практически не было, да, у вас получается чистая операционная прибыль после выплаты всех ипотечных кредитов 10 годовых. Ебеда, так называемая. Да. А по всем остальным продуктам, ну, безусловно, нет, да, безусловно, нет менее трех. Так вот получается, что первое, недвижимость, это человек, то, что мает вещь, да, вот он может ее подержать, он может ее сдавать, может не сдавать, поиграться с ней, сделать ремонт, не сделать ремонт. А рынок ценных бумаг и какие-то другие процедуры, нужно в них как-то очень сильно вникать, нужно в них как-то очень сильно верить. То есть от того, что люди с серьезными доходами у нас имеют возможность инвестировать в квартиры, а не покупать их для себя, за это у большинства населения страны у нас сидит без столь необходимой недвижимости. Вот только, почему же она сидит, понимаете, ведь большая часть инвесторов сдает, не сдает кто? Первичный рынок, кто купил жилье, не отделанное, да, или сделал с отделкой, но для себя, и вот для себя любимого хочу жить, но не живу, но сдать не могу, потому что мне там за полгода, за год эту квартиру убьют, и мне потом опять придется платить деньги, там что-то вкладывать. Вот здесь вот эти вот нюансы психологические, социальные, и, а уж если я не вкладывал в ремонт, так я вложу, у меня за год он не окупится, этот ремонт и сдача в аренду. Конечно, не окупится, потому что отремонтировать трешку сейчас встанет все в те же самые 100 тысяч долларов еще. Об этом речь, то есть, понимаете, как бы вот эта инвестиция первичная, когда вы купили на первичном рынке жилье, а потом вы должны еще доинвестировать, чтобы его отделать и запустить в оборот, она, безусловно, вызывает проблемы. Но, тем не менее, давление усиливается, то есть, коммуналка растет, налог, возможно, появится. Это заставит инвесторов выйти на рынок, что может увеличить спрос очень сильно. Ну, я очень мало себе могу представить на сегодня ситуацию. Либо это дикий обвал там всех денежных знаков и полное неверие в денежные знаки в целом, тогда люди будут стараться уйти от инфляционной составляющей и закрепиться в каком-то активе. Либо в бизнесе, либо в недвижимости. Вот гиперинфляция – это угроза для глобального роста. Ну, что ж, я так понимаю, что в ближайшее время нам каких-то потрясений ждать не стоит, к счастью или, к сожалению, не бурного роста, не бурного упадения. Ну, потому что нет, даже какая-то будет стабилизация. Вот у меня почему-то такие ощущения. Стабилизация, как это говорят злые языки. Напомню, Константин Апрель, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был на студии Олег Крепченко, руководитель аналитического центра, индикатор рынка недвижимости. Услышимся завтра в то же время.